Привет всем! Мы улетаем в штат Монтана на две недели на отдых в горы, где мы будем делать хайкинг, то есть бродить по горам. Там везде и всюду лес, озера, прекрасный воздух и прохладная температура, потому что сегодня в Аризоне уже 43 градуса. Вот подходит наш самолет, который приземлился, и на котором мы будем улетать обратно в Монтану, в небольшой город, который называется Whitefish, то есть белая рыба. Ну, наверное, на нашем будет белорыбная. Видно, слева пролетает военный вертолет. Немного о этом аэропорте. В 1941 году здесь начали проводить подготовку военных пилотов, поскольку началась Вторая мировая война, и отсюда велась подготовка военных пилотов, мужчин, женщин, которые учились на военных, естественно, самолетах. И прямо отсюда они вылетали уже, когда вступили во Вторую мировую войну, прямо на фронт. После окончания Второй мировой войны уже в 1993 году здесь был официально открыт аэропорт, как гражданский аэропорт, который назывался Williams Gateway. И в 2008 году это название аэропорта было изменено на Phoenix Mesa Gateway. Сейчас его так и называют аэропорт в Mesa Gateway Airport. Mesa – это название маленького городка в Аризоне, который находится несколько километров от Phoenix. Ну, еще такая информация, значит, что этот аэропорт обслуживает более 45 городов круглосуточно. Аэропорт маленький, здесь находятся всего три выхода, три или четыре, ну, скорее всего, три выхода к самолетам. Но все равно, несмотря на то, что сейчас это официально гражданский аэропорт, он также развивается и как международный аэрокосмический центр с обслуживанием, модификацией, испытаниями и обучением летательных аппаратов. Как интересно. Я даже не знала эту информацию, я ее прочла недавно. Значит, этот аэропорт очень удобен, потому что, поскольку он был построен в самом начале и предназначен для военных самолетов, то здесь этот аэропорт, в принципе, он большой по площади, и здесь очень хорошие длинные, значит, пути, по которым взлетают и садятся самолеты. То есть это очень удобный аэропорт в техническом, инфраструктурном плане. Ну, значит, что еще интересного? Вот такую информацию я еще нашла об этом аэропорте, что в дополнение к квалифицированной рабочей силе региона Отличной летной погоди в течение всего года, трем обширным взлетно-посадочным полосам Активы Gateway делают его идеальным местом для компании с мировым характером. И этот аэропорт был определен как зона внешней торговли номер 221, а также зона повторного использования вооруженных сил, предлагая авиационным компаниям значительное финансовое преимущество на мировом рынке. Вот такой небольшой, казалось бы, навитый аэропорт и столько информации о нем. Я считаю, что эта информация очень интересная. Ну вот, мы взлетаем, и, как вы видите, прям посередине того, что я снимаю, прям посередине, значит, на переднем плане, в горах поднимается облако дыма. Это горит пустыня. Горит она уже вторую неделю. И вот, смотрите, мы уже поднялись, находимся на достаточной высоте, и повсюду видно, как дым застилает обширное пространство, огромную территорию. Опять, это горит пустыня. В Аризоне горит пустыня уже не первую неделю. И этот пожар не могут остановить ни с воздуха, ни с земли. Кстати, когда мы сидели в аэропорту и ждали посадки, с нами рядом сидела женщина, которая летела к своей сестре, которая живет в этом городе Уайтфиш, куда мы направляемся. И она сказала, что горит также Альберта. Это провинция Канады, и оттуда дым тоже идет в направлении Монтаны. И она говорит, ну, может быть, все обойдется, все хорошо, и ваш отпуск пройдет без приключений. Наш полет проходит через три штата. Это Юта, Айдахо. Немножко мы захватим штат Вайомин. Вот сейчас мы пролетаем над территорией штата Юта. Вот в Юте такие горы. А это уже снежные горы Айдахо. Мне очень нравится, что полет проходит не так высоко, и можно видеть, как говорят, с высоты птичьего полета Землю. Какая она прекрасная, как она меняется, как она быстро меняется. От пустыни к лесам, к горам, к снежным горам. Можно видеть реки, как они извиваются. Озера. Нашу прекрасную Землю. Как она неповторима. Она неповторима. Озера, леса, снег. Наш полет, который продолжался два с половиной часа, прошел на одном дыхании, потому что я любовалась из окна все это время и забыла, сколько времени уже прошло. И только вспомнила о том, что я нахожусь в самолете, когда мы стали приземляться. Вот правда, как будто бы я всю дорогу смотрела приинтереснейший фильм о природе. Вот уже мы пролетаем над Монтаной, штат Монтана, приземляемся. Вот видно, как леса люди вырубают, но тут же засаживают их. И видно, что там, вот слева здесь видно, что там насаженные деревья уже проросли, и как бы эта плешь уже зарастает. То есть люди очень бережно относятся. Если вырубили, то тут же посадили новый лес. Там, где предусмотрено, что должен быть лес. Здесь вся остальная площадь занята под поля, под сельскохозяйственные угодья. То есть нет ничего того, чтобы было просто неухоженно. То есть нет ничего того, что было бы просто без присмотра и неизвестно для чего. Все рассчитано, все сделано очень красиво. Конечно, съемка не очень качественная. Я бы сказала, совсем некачественная. Какая она может быть, смотря, как говорится, в окно самолета, которое отсвечивает, и которое с внешней стороны не совсем чистое, но все равно. Я думаю, что вы тоже испытываете удовольствие вместе со мной, видя эту красоту. Вот там впереди, за лесными горами, можно видеть снежные горы, пики. Это ледниковый национальный парк, который начинается в штате Монтана, вот здесь, недалеко от этого города Уайтфиш, и заканчивается в Канаде. То есть Канада и Америка делят этот ледниковый национальный парк, то есть они работают вместе над сохранением этого парка для того, чтобы люди могли сюда приезжать, любоваться и познавать. Честно сказать, когда я приземлялась, то у меня была ассоциация с Россией. Такие же зеленые поля вдали, леса. Вот как будто ты приземляешься где-то в средней полосе нашей прекрасной России во время, значит, в летнее время или в весеннее время. Вот мы в аэропорту. Символ Монтаны, символ этого города Уайтфиш, это медведь, бурый медведь, нет, я извиняюсь, черный медведь, black bear и медведь-гризли. И это место так и называется, значит, город медведя. Также здесь обитает в этих лесах очень много горных козлов, лоси, оленей. Здесь мы можем видеть, что сразу нам в аэропорту предоставляют, куда мы попали и кого мы можем здесь увидеть. Очень много детей приехало с родителями на отдых. Они сразу же начинают экскурсию, сразу уже с аэропорта, им все интересно, они смотрят, кричат, спрашивают, показывают. Welcome to Montana. Вот вид на штат Монтану. Вот Glacier Park International Airport, то есть вот этот маленький аэропорт в Монтане называется интернациональным. Не знаю, почему интернациональным. Честно говорю, я не делаю никаких исследований. Может быть, потому что отсюда и за пределы Соединенных Штатов тоже есть какие-то полеты, я не знаю. Вот мы теперь отправились, сначала мы поедем в старый город, потому что время обеда, и потом мы поедем в нашу квартиру. Мы сняли двухкомнатную квартиру высоко в горах, там, где находятся лыжные курорты. и свежий воздух и вдали от городского шума. Whitefish встретил нас с прекрасной погодой, чистым небом. Вот старый город и вот такие здесь дома. интересные. У меня будет еще другое небольшое видео, которое я посвятила непосредственно съемке старого города, чтобы вы могли ознакомиться с тем, как живут люди в этом маленьком городке, и какая архитектура, и как давно были построены дома в этом городе. Вот мы уже почти подъезжаем к месту нашего размещения. Вот уже можно видеть, что это достаточно высоко в горах. И вот там зеленые, как можно сказать, вырубленные поляны, это и есть пути, где занимаются горными лыжами. – Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...